Дорогие друзья, здравствуйте! Я напоминаю вам, что мы разбираем грамматик по учебнику Grammar Way One. И сегодня у нас четвертый урок. Мы продолжаем с вами разбирать тему глагол I've got – иметь что-то. На прошлом уроке мы разобрали теорию, а сейчас мы разбираем вместе упражнение. Так, следующее упражнение нам нужно вставить have got или has got – это в первую строчку. Во второй строчке нужно составить вопрос и в третьей дать на него отрицательный ответ. И здесь у нас есть пример. У Стивена есть новая машина. Мы спрашиваем – has Steven got – в вопросе у нас на первое место. Выходит глагол has, дальше идет подлежащий Стивен, got – вторая часть этого глагола, и дальше все остальное. В ответе – no, Steven hasn't got a bicycle. В ответе мы говорим – нет, у Стивена нет – велосипеда. И на первом месте – это подлежащий, затем сказуем – has got – с отрицательной частичкой. Не – hasn't – это not – сокращенный. И дальше все остальное. Итак, сделаем метчик. Селли – сначала у нас утверждение – has got an umbrella. Селли имеет зонтик. Has got – мы ставим. В вопросе на первое место выходит has. Has – на второе место селли. Has селли got a hat? У Селли есть шляпа. Но Селли hasn't got a hat. То есть мы здесь поставим, как и в первом примере, hasn't got. Не забываем про отрицательную частичку. Энна и Том have got a parrot. То есть у Энны и Тома есть попугай. Have got a parrot. Помним, что для всех местоимений, кроме he, she, it, у нас have got. Для he, she, it – has got. Вопрос. Have Anna and Tom got a horse? У Энны и Тома есть лошадь? No. Anna and Tom haven't – опять отрицательная частичка – haven't – got a horse. Смотрим далее. The table has – it. Поэтому has – has got four legs. У стола четыре ножки. Has the table got three legs? У стола три ножки. No. The table hasn't – отрицание – hasn't – got three legs. Следующее. They have got a white cat. Они имеют белого кота. Have they got a black cat? У них есть. Они имеют черного кота? No. They haven't – отрицание – haven't – got a black cat. The dog has got – the dog – это у нас тоже it. Поэтому has got a long tail. Эта собака имеет длинный хвост. Has the dog got a short tail? У этой собаки короткий хвост. No. The dog hasn't – got a short tail. У этой собаки нет короткого хвоста. Mike has got a computer. Mike – это he, поэтому has. Has Mike got a camera? У Майка есть фотоаппарат? No. He hasn't got a camera. Следующее. Julie has got a big house. У Джулии есть большой дом. У Джулии есть маленький дом. No. Julie hasn't got a small house. У нее нет маленького дома. Краткий ответ. Еще немножко теории. В кратких ответах мы используем только yes или no. Например. Дальше личное местоимение в именительном подтяжении. Глагол have – haven't – has haven't. Год у нас опускается. Например. Have you got a car? У вас есть машина? Yes, I have. То есть вот мы сказали yes. Дальше мы сказали местоимение. И дальше глагол имение. Have you got – у вас есть что-то? Yes, I have. Yes, we have. No, I haven't. No, we haven't. Здесь мы говорим да, есть. Здесь нет, нет. Has she got – has he got – has it got – yes, he has – yes, she has – yes, it has. Дальше. No, it hasn't. No, she hasn't. No, it hasn't. Нет. Have they got – у них есть. И опять краткий ответ. В следующий раз мы разберем на краткие ответы упражнения. А на сегодня мы заканчиваем. Смотрите следующее видео. Удачи! Смотрите следующее. До новых встреч!